господа всем привет вы на канале гриль форум сегодня мы в гостях у александра сегодня месту александр расскажет нам про свой гриль это бройл king эта модель 490 модель 490 ригал значит модель этого года или того года довольно 20 года значит использование да когда александр я в двух словах значит про модель про производителя бройл king это канадский производитель соответственно штаб-квартира находится в канаде значит мне бройл king вот лично мне нравится я всегда говорил это и буду говорить мне лично нравится он тем что есть вот такие вот удобно просто удобнейшие карманы сюда можно поставить соусы вот как мы в данном случае поставили сюда пиво я извиняюсь очень жарко больше 30 вот значит здесь вот такие есть удобные крючочки ручки с подсветочкой как многим нравится как многие любят значит вот эта штука не знаешь что такое наверно фонарь до какой-то модных фонарь их же он покупается отдельно так александр вопрос к тебе значит сразу сколько у тебя этот гриль год год где-то год прошлом году значит 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 смотрите да я помогал александру своего рода гриле да почему потому что гриле большое да есть количество есть ну все знают да выбор наполеон и прочее вот и мы в общем лично я александра убедил что бройл king в этой тройке как бы ну не скажем так не отстающий до игрока может быть даже в чем-то и лидер вот поэтому собственно сегодня мы снимаем этот гриль александр рассказывает про него как именно как владелец не как продавец да там не как какая-то заинтересованная сторона а человек который попользовался им уже не один сезон да там а несколько сезонов то есть это и зима и лето уже он знает все плюсы и минусы этой модели этого гриля поэтому мы сегодня у него в гостях и 8 его сегодня пытаем сегодня мы еще на нем что приготовим правильно когда конечно ну александр слова тебе я замолкаю ну в целом гриле очень доволен газовый гриль это конечно большой комфорт то есть вплоть до того что можно приехать с работы включить его на прогрев в это время переодеться в грильную одежду заперчить засолить стейки и подошел уже прогрет и быстрых приготовить вот тебя уже готов настолько комфортно эта штука в отличие там от угольного конечно это намного комфортнее у него конечно свои плюс свои минусы есть я говорю про газ с угольным именно вот а в целом конечно да модель очень очень удачная ну наверно чем начали по габаритам или как это сервер покажем просто да да то есть он укомплектован в том числе вертелом базовой комплекта да 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 горелка вертела соответственно ну вот их решетка знаменитая как говорят все продавцы у нее два варианта значит стейковой и как бы горочкой вниз соответственно для продуктов там более нежных там овощи там и так далее это чугун секции здесь раз четыре с четыре секции и секции 4 секции 4 горелки соответственно дополнительная горелка горелка обычная не инфракрасная да просто тоже мы тогда долго решали какой вариант и все-таки да наверное простая горелка более практичная вещь как таковая потому что стейки ты залепишь спокойно и на этой горелке а вот соус приготовить конечно инфракрасное это нереально согласен да согласен но пошел по размерам 65 значит длина решетки и или ширина так и 49 глубина глубина вот считайте сами да какую какая у нее площадь плюс есть полочка до для подогрева да и с полоской для подогрева ну соответственно до этого показывали а вот а вот это что такое вот это вот это коврик там отдельно купил это как раз сглаживает небольшие минусы которых я позже расскажу но они принципе не существенно это так но я немножко этот люблю что все было старался чтобы все было идеально ну соответственно шкафчики открывается баллон устанавливается ну здесь можешь это положить честно говоря у меня все лежит в других местах ну а включи пожалуйста подсветку подсветка и собственно поджиг поджигаем когда да еще поджигать по большому счету или мы чё будешь ширину мерить высоту эту историю да можно померить сколько он в длину ширину ширину вернее да в этом значит сейчас у меня 143 сантиметра 143 причем сразу скажу так в глубину если вмерить в глубину с открытой крышкой от края крышки и до ручки 73 73 сантиметра получается в глубину так чем сразу скажу когда вот я комплектовал думал по месяце не поместится гриль там вот я специально отстроил себе гриль зону можно открутить стол перекрутить куда-нибудь другое место и будет компактная история кому места не хватает я вот в какой позиции кажется столиками удобнее я понял да согласен так смотри высота крышки повод вот это место 32 сантиметра соответственно ну наверно по железку ну там будет 31 точно сантиметр да очень высота крышки 30 сантиметров стенки двойные на крышке что принципе всегда считается позитивным моментом ну давайте включим наверно давайте включаем баллон потом я насмотревшись видео как сгорел такой такой гриль ухты блин сбил себе решил сделать дополнительную историю покажу кстати тоннер видел да это видео когда сгорел такой примерно да конечно вот я после этого ребята на форуме обсуждали да там я после этого кстати у почистил тут же с этим пар генератора благо у меня есть вот и на всякий случай себе сделать поучительное было видео вот всем на заметку да никогда не оставляйте сильно загрязненный гриль без присмотра потому что эта штука загрязненная да имеет свойство возгораться в самый неподходящий момент то есть вы только куда-то ушли у вас все загорелось если загорелось тоже там есть определенные до моменты нюансы если загорелась не надо его открывать нельзя тушить водой это ну тушение водой она к добру тоже не приведет то есть вы будете просто все это дело расплескивать от такой огонь в разные стороны там как на полно то все работает и крышку тоже не открывайте потому что дополнительного чего да будет конечно вы открываете подачу кислорода у вас начинает гореть еще больше просто в такой момент надо дать тому что там догореть спокойно кислород выгорит она все само собой потухнет то есть перекрыли газ крышку не открываете перекрыли газ конечно оптимально если у вас есть рядышком какой-то баллон да там я имею ввиду не баллон огнетушитель порошковый вот или там какое-то как это называется противопожарное одеяло да то есть которым можно все это дело накрыть и вот честно говоря там конечно тут человек сильно не следил конечно потому что я честно говоря после этого сильно ушат у меня мысли загрязнена мылова сам как но посмотрел в принципе у меня там как раз жир еле-еле на сборнике ну то есть это он очень жарил жестко и не мыл очень долго но на всякий случай я теперь еще на бак себе такой поддольчик вот так вот еще раз если вдруг ну чтобы дополнительная защита голова газового баллона все-таки чуть-чуть да поможет хотя наверно лучше просто следить чем да так а соответственно газ мы открыли открываем крышку включаем комфорку все дальше просто по одной а дальше они сами до загорается да 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 друг от дружида дальше они друг от дружки сами ну собственно все на 10 минут закрываем на прогрев нагреваем потом почистим и что естественно нибудь приготовим что мы приготовим приготовить всю рыбку грибочки решил стеки на газовом слишком про просто банально как говорится поэтому решили этот более такое но нетрадиционное садаги более интересное блюдо не знаю интересно интересно но не такой традиционно ну что сейчас будем готовить к этот красную рыбку кто там лук семга наверное на дощечках кедровых заодно поделюсь небольшим как сейчас модно говорят лайфхаком это веберские дощечки которые уже четыре раза использовались по два скажи стороны но дешевым электрорубанком я снял слой с каждой стороны вот сейчас вымочили посмотрим как это все поведет плюс еще вот были опилены свое время уголочки это для того чтобы как ты готовишь на словом серии на угольном гриле глубже заходил доставала прям четко над ним есть этот уголок не спилить она чуть-чуть с этого края немножко вот так вот понял ну начинаем ставим доску над горелкой дощечки ты замачивал да 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 вроде как положено два часа и замачивать сейчас мы подождем минутки 3 мы с тобой будем закладывать рыбу и грибы грибы да но вначале рыбу а потом в какой-то момент за параллелем и грибы потому что сейчас мы значит на прямом жару разогреем дощечки не чуть там задымят знаю потом выложим рыбу на не прямой жар и так у нас будет стоять минут двадцать а за 7 минут до конца эта история на прямой жар положим грибы вот которая потом перевернем тоже не прямой но все покажем все все увидит понял фонарик ты снял нас сняла да потому что мы немного с тобой заболтались и раскалился гриле неприлично и я открывал его проветриваю много поэтому поспускал температуру да 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 фонарик этот пластиковые все-таки надо когда две минуты так наверное не надо делать я считаю принципе достаточно запах пошел фанатизма не нужно оба так сейчас мы скажем системные условия из-за съемочной аппаратуры мы можно было как все на одну поместить но хотелось показать что на этом гриле в принципе секунду и кусочка на дощечку да вообще 5 умещается можно было эти все уместить на одну дощечку но просто хотел заодно людям показать что две дощечки на него стоит нормально с этой целью я решил все-таки это сделать таким образом что на 2 это сначала хотелось один кусок рыбы взять потом думала мы все-таки съемки наверно будет людям интересно сколько дощечек можно поставить заботу о чем о твоих ну и своих а наших а наших до коллегах собратьев муха гриль маньяка полотенец был бумажный не я хорош ты уже бумажный полотенец был да не не все нормально все поехали 1 1 и 2 принципе у тебя центральной горелки сейчас не горят на центральной выключены горят только боковой можно чуть даже еще убавить вот так вот так сделать по моему даже по инструкции к этому грилю вот это максимальное включение она это для чтобы прожить решетку а так кстати готовит на вот этой дына это не ориентируйся вообще я честно говоря так вот прям на него внимание особо не обращаю да 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 в общем ребят мы поставили на огонь верни на огонь да на на не выключены горелок на выключены горелки поставили дощечки уже с рыбкой туда горелка работает это это очень методом непрямого жара начинаем коптить рыбу на кедровую дощечку совершенно верно через 13 минут вернемся до так ребят теперь мы кладем собственно время подошло либо на грибы да это параллельно просто второе блюдо вот так вот у нас рыбка сейчас умеет до пока напрямую жар шляпками вверх кидаем грибы на 7 минут да ну да где-то так да еще разнообразие встречи через 7 минут да через 7 минут вернемся грибы да над горелками рыбы продолжается готовится не над горелками не на прямом так 7 минут до прошло о грибочки какие стали румяные 7 минут прошло вынимаем грибочки дурак еще не готова сюда баню жару да да а почему ты думаешь что рыбка еще не готова мне кажется уже готова она уже готова можно ее термометром ткнуть что он покажет конечно живом паре он покажет готова она или нет что нам показывает 56 58 до горячо все уже можно вынимать уже готова перчатки один так что тут у нас с грибочками начинку и также не прямой жар положим я снова начинка укроп чеснок и плавленый сыр понял будет видеть так все сейчас наложен начинку выложим грибочки минут на 13 обычно это рецепт у сергея конечно реформа из гриль форма это за грима с грильмагами да там портабелла используются грибы вчера их в твоем доме не было они у нас пять больше размером вознесли миссис и меньше потому что количество их тоже меньше здесь придется так начинка в принципе может быть любую уже не в четверг запал вот этот вариант так открываем замечательный гриль и кладем на непрямой жар да хорошо 10 минут 10 минут и вернемся к вам через 10 минут окей ну что ну все финишная прямая по грибам слона да да отлично вот они хорошие ума горячо сейчас нас из съемочное оборудование немножко и неудобно сделал столик стоит дальше чем должен был быть но справимся с задачей ну собственно все готовка завершена так чуть-чуть дадим остынуть отдохнуть ему дадим конечно чтобы совсем горячий есть так ну давай тогда как подытожим до подытожим как говорится могу резать и выключаю параллельно собственно штрихи к портрету ты про негативные стороны сказал про негативные стороны сказал их собственно не так много но ты что хотел сказать про про коврик да но просто нержавейка она имеет склонность царапаться а это есть это неизбежно сейчас я подсниму сейчас подсниму как это выглядит вблизи потому что этого ракурса но будет не видно боком так смотри так сейчас я покажу посниму значит смотрите ребят то есть в отличие от эмали дата есть царапинга здесь вот здесь то есть я не сразу приобрел там да и был не аккуратен вот на этом даже больше артем видно да ну сейчас я попробую здесь не знают вы хоть выцепит камера не выйти здесь вот точно вы испытаете царапины ну постараюсь по крайней мере показать другой стороны столько всегда делать из нержавейки суши ну да я думаю что это наверное расплата да за то что это удобно да что ну если ты если бы они у тебя были из какой-то покрашки окрашенной стали но наверное был бы еще хуже да вот здесь я был не аккуратен вначале после этого так скажем даже был не крутим один гость там у меня за мерзают эти мерзавцы настоящий бронкин задачи мексиканский негодяй да 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 ну поливой потом можно будет я думаю не такая проблема но вот такой коврик собственно они же решают решает завершает этот вопрос угол открываешь а давай горелочку поближе покажем да конечно еще раз по моему сблизи не снимаешь ну какая горелочка чугунная решетка чугунная решетка да ну классическая горелка ничего такого прям уж нету потом второе но этот вопрос я решу так скажем подсветка не всегда сейчас лишь начал барахлить решается я знаю как у меня такой был на скутере надо будет разобрать там значит контакты немного смазки туда дать после этого она не дает окисляться контактом она не дает окисляться контактам и соответственно вот эту бракусь я понял где где то произошло какой-то окисление от если не к же дед контакт контакт вставляется и туда просто масло капает на удивление не знал бы мы так удивились как-то масло вроде до ворот где электрик нет наоборот не дает коррозии и соответственно эта проблема решится как таковая понятно но собственно больше недостатков нет как таковых но всегда лучше если ваш гриль больше да то это всегда лучше но это вопрос бюджета место поэтому для меня вот идеальный ком идеальный размер получился созданный теперь от гриль зона туда вот вошел и пилетник и этот и угольный и не лейка отлично войдет отлично собственно все всем рекомендую александр спасибо тебе большое я хочу тебе от лица нашего канала тебя поблагодарить сказать спасибо и подарить себе вот такую книгу спасибо райклана как делать гриль большое спасибо надеюсь ты изучишь да даже будешь продолжать отварить обязательно вот эти свои кулинарные изыски спасибо большое тебе спасибо да нет ну собственно все да всем спасибо всем спасибо все свободны